Это очередная история про то, какие возможности дает предпринимательство, какие возможности открывает Китай. И с нами Мурат. Мурат, привет. Приветствую. Я видел Мурата несколько раз. Первый раз мы встретились, когда ты пришел на встречу учеников для элит-группы. Потом, причем пришел с братом, да, потом мы встретились с тобой уже в Китае, ты полетел со мной в Китай на выставку. У нас очень много фотографий, и у меня есть небольшое видео, как ты эмоционально говоришь о том, что обязательно, да, не пожалейте денег на то, чтобы это сделать. Вот, и было бы очень круто рассказать твою историю, твой пример, да, что заставило тебя пойти учиться, что ты делаешь, какие у тебя есть результаты, какой у тебя бизнес, вот что есть сейчас, да, вот прям вот какой бизнес, что ты делаешь сейчас, да, а потом мы окунемся в прошлое, когда ты принимал решение пойти учиться, какие ты делал действия, как изменилась твоя жизнь за это время. Вот такая история очень актуальна. У нас много клиентов из Казахстана, много учеников, я конфликтирую одну большую сеть в Казахстане, они строят e-commerce платформу и делают бренды для своей сети, но об этом будет в следующих эфирах. Итак, скажи, пожалуйста, Мурат, что ты сейчас делаешь, какой твой бизнес? Основная деятельность – это электроника. Мы работаем с братом вместе, брата зовут Хайрат, как вы озвучили. У нас четыре магазина сейчас в Восточном Казахстане, город Семипалатинск, город Аягус, Урджар, у Жали два магазина. Занимаемся продажей электро-потовой техники, это основная наша деятельность. У нас до того, как с вами встречался, у нас было два магазина, сейчас четыре магазина. Обороты, если обороты считать, где-то в казахстанских тенге, это где-то 4 миллиарда в тенге. Круто. То есть ты по меркам Казахстана миллиардер? Не знаю. Но если ты делаешь 4 миллиарда, то значит ты миллиардер, однозначно. Скажи, пожалуйста, какие вообще виды продукции вы делаете, в чем ваше преимущество, почему вообще у вас покупают? Основная продукция, которую мы там продаем, это обычная электроника, телефоны, аксессуары и так далее, и так далее. То есть все, что связано было электроникой. Когда я к вам пошел первый раз, то есть первое начало, у меня были планы. Хотел выйти на Marketplace, хотел выйти на e-commerce, научиться. Основная задача была у меня вот такая. Потом сам продавал электронику и хотел как бы под своим брендом привезти, потому что я всю жизнь, 13 лет торговал. Но товары, которые привязаны, жестко привязаны на RRP, на DDP, то есть товары Samsung, товары LG, я чуть-чуть хотел отойти от этого, потому что мои друзья в крупных гипермаркетах, они мне говорили, если хочешь развиваться, привози свой товар из Китая, из, не знаю, из других стран свой товар. Когда я к вам шел целенаправленно, хотел научиться создавать бренды, как вы научились, патентовать свои названия. У нас вот получилось, вот как раз, вот газовый, видите? Да-да-да, вижу. Вот Ойва написано. Это наш бренд. А, кстати, вот футболка MyCom. Да. Это наши магазины. А, прикольно. Так они называются. Слушай, давай я покажу, я в восторге от твоего сайта. Мне очень понравилось. Ну, прям выглядит сверхсовременно. Прям очень здорово. Но здесь только плиты, а я понимаю, что твой ассортимент сильно больше. Это две разных компании. Ойва компания занимается только производством газовых плит, отдельно стоящих. Страиваемые техники, электрических духовок, вытяжек. Мы сейчас планируем полностью взять кухонную технику, в которой кухонную технику можно, например, собирать и морозильник. Мы сейчас в морозильнике будем собирать. Вот такая вот. А компания MyCom, которая вот этот логикит. Это магазины, четыре магазина розничных сетей, которые я сумму уже зазвучил. Ойва – это совсем другая уже история, которого родилась после нашей встречи, после нашего обучения с вашей компанией. Сильный толчок дал мне кантонская выставка, в которую я поехал с вами. Масштабы очень огромные. То, что мы делаем в Казахстане, не знаю, в России, это я понял, что это одна точка, которая там масштабы очень огромные. Слушай, знаешь, я о чем хотел поговорить? Вот если открыть твой, ну, твою социальную сеть, посмотреть, ты много показываешь семьи, детей, показываешь там. Кстати, я видел видео про вашу технику, о том, как работают. Есть ссылки на ваши магазины. Я вижу, что ты с братом очень плотно общаешься. Ну, то есть здесь можно узнать, какой ты человек. Это очень прикольно. Я вижу, что здесь есть открытие магазинов. Да, у тебя много смартфонов в продаже. То есть ты работаешь как реселлер. Да. Давай поговорим о том, что заставило тебя, человека с бизнесом, с опытом, с навыками продаж, причем с навыками работы с большими брендами, что заставило тебя вообще в целом пойти учиться? Ну, это, знаешь как, это не самый популярный шаг, согласись. Это становится популярным, да? Но есть часть аудитории, которая считает, что она уже все знает. И в целом, что побудило тебя сделать такой шаг? Вот какие у тебя были ситуации в жизни, да? Может быть, там какие-то проблемы или что тебя вот стимулировало в первую очередь? В первую очередь, я как собственник, я знаю, что время, основное ценное это время. То, что я шел 10-12 лет, открывал магазины, не знаю, чтобы я, знаете, этот путь хотел сократить. Взять полноценный курс, не знаю, выйти, например, запатентовать свой бренд, выйти на marketplace, взять точную аналитику, поехать наконец-то в Китай. Не знаю почему, Китай вообще рядом находится, находится с Казахстаном. Я вообще могу просто границу пересечь и поехать. Почему ты не сделал это? Страх меня не упускал никогда в жизни. Здесь, знаете, такие вот странные информации ходили, типа китайцы ненавидят казахов, сажают в тюрьму. Вот такой вот всякий негатив шла по интернету. И я верю, честно скажу. Я не поехал. Но когда я с вами вместе поехал, не знаю, никакого подобного, ничего нет. Это же нормальные, вполне адекватные люди. Скажи, пожалуйста, ну вот окей, а что самым было главным стимулом? То есть ты хотел сократить время. Что заставило тебя делать? Ну ты бы мог жить дальше, как ты жил. Что стало именно драйвером? Что стало ключом? Вот почему ты сказал, нет, все, иду учиться. Потом еду в Китай. Что заставило тебя? Я чувствовал, что за Китаем. Китай – это большие возможности, большой рынок, большие деньги. Это понятно. Но что тебя заставило? Какая была у тебя жизнь тогда? Что тебя прям стимулировало идти учиться новому? Знаете, я не городской, а сельский парень. Родился в селе, открыл свой первый и второй магазин тоже в селе, Пуржар и Аягус. И я размышлял только в рамках этого села. Я никогда в жизни не выходил в город, например, Алматы, Астана, не знаю, большие города не входил. И у меня понятия совсем другие были. И я хотел выйти за эти рамки, искал всегда через интернет. Я всегда понимал, что за Китаем есть большие возможности. Я понял, что чтобы выйти в большие рынки, нужна своя продукция, свой бренд. Я начал искать это все через интернет, гуглил, нашел вас. Вы научили меня. Вот, отлично. Скажи, что было твоими первыми действиями, которые заставили тебя поверить в то, что ты можешь что-то изменить, в то, что у тебя получится, в то, что эта система сработает для тебя? Еще раз повторите, пожалуйста, я не расслышусь. Извини, что... Что заставило тебя поверить в то, что у тебя получится? Вот какие были твои первые действия, что ты такой, типа, ну, ты понял, о, да, да, я верю, буду продолжать, пройду все занятия, сделаю все. И вот что было таким, знаешь, как рычагом абсолютного доверия? Не знаю, я просто посмотрел ваше видео, в котором вы выступали в Москве, не знаю, в Москве. Большой вот такой цен. Большой форум. Да, большой форум. Я это одно видео посмотрел, я сразу же подумал, да, это тот человек, которым я должен заплатить. Я посмотрел ваш один, всего лишь онлайн этот, как называется? Вебинар? Да, вебинар посмотрел, и сразу же, или пакет я взял в себе. Потом я свою братишку уговаривал, он почему-то не хотел, я заплатил вместе с ней мы кантонской выставке, когда были, блин, это вообще, там большие масштабы, помните этот масштаб? Ну, я, конечно, я очень много туда ездил. Скажи, пожалуйста, какие ты сделал первые заказы, какие первые товары ты привез, и что ты на этом заработал? Если честно сказать, вашу программу я, наверное, посмотрел на 90%, я, наверное, плохой учитель, 80%, не до конца посмотрел. Ну, это лучший результат, на самом деле. Мне интересно про Китай, вот ты поехал в Китай, да, ты знал, как продавать, ты знал, как делать сайт, ты знал, как зарегистрировать. Я помню, как ты бегал с пакетами, ты что-то покупал, потом мы какой-то контракт заключили. Вот расскажи, что прям практического произошло, да, что позволило тебе в сегодняшнюю точку прийти. Я когда, помните, я бегал с пакетами, да. Да-да-да, это хорошо. После этого я, знаете, открыл два магазина одежды, тоже запатентовал. Я вот туда брендовые одежды покупал. Помните, я... Да-да-да. Ваши помнишь, я познакомился с одним человеком, мы тоже закупали в Китае. Потом ехали в Турцию. В Турции те же методы, которые я обучился с Китаем, я просто его уже применил при приговорах, при этих... Это... Она полностью работает. В Китае именно мы покупали самое первое по своей электронике мелкобытовую технику. Обычно тестом покупали, покупали, потом обороты поднимали. Ну, например, что это было? Что это было? Там чайники или что-либо? Это были чайники, это были мультиварки, что-то такое вот. В основном чисто мелкобытовая техника, вот так скажу. Ну, там куча была, я не помню уже. Какую наценку ты мог себе позволить, когда ты сам покупал? Ну, один к одному минимально. Даже больше. Ну, как вы говорите, три раза, четыре раза можно, четыре икса можно делать в китайских товарах. А вот сейчас вот этот бренд Oivo, да, который ты придумал, вы делаете... Почему ты пошел в крупную бытовую технику, да? Почему ты пошел в такие габаритные товары? Когда я с вами в Китай поехал, я же нашел одного человека, оказывается, там есть такая история. Мы нашли японского инженера. Ух ты! Начали создавать смартфон. Мы же смартфон еще создали. Прикольно. Да. Вот эта тематика мне, конечно же, интересная была. Потом наткнулись на то, что там операционную систему, сама покупать нужно через Google, это очень дорого стоит. Мы потом на этом остановились, потом перешли на газовые плиты, потому что здесь программное обеспечение не нужно устанавливать. Не нужно, да. Рынок, рынок, здесь просто, как системный блок собираешь же, как системный блок, ну, так же просто собираешь. Мы просто разобрали газовую плиту Bosch, анализировали, нашли поставщика. До сих пор работаем, шалла. Супер, супер. Очень крутая история. Скажи, пожалуйста, какой потенциал в месяц продаж твоих газовых плит? То, что мы делаем, конечно же, у нас, знаете, карантин нас сильно скочил. Мы как бы закупили, подготовили, но не могли продавать. Почти два года стоял у нас товар. Только в этом году начался продажа. Сейчас, в данный момент, мы наши продажи, где-то 150 штук мы продаем. Но запросы... В месяц, да? Да. Но запросы выше тысячи штук сейчас идут. Конечно же, есть куда расти. Только в своем рынке. Мы не успеваем продавать в своих же магазинах. То есть вы мало делаете, да? Вам надо больше делать? Да, да, да. Ты мне написал, когда я тебе написал, да, что вы плохо работаете. Вам надо взять кредитный ресурс или партнера. Ну, то есть, если ты получаешь две тысячи заказов в месяц только на своем рынке, ты представляешь, если ты выйдешь с этим брендом и на соседние рынки? Да. Ну, то есть, там, в тот же Узбекистан, например, или на Россию? В Узбекистан не получится выйти, но в Россию сейчас вполне интересный рынок получился. Скажи, пожалуйста. Да. А вот два года, ты говоришь, у тебя техника стояла. А пока вот одна часть, одна ветка у тебя стояла, что ты делал? То есть, как ты зарабатывал деньги в карантин? Четыре магазина. А, они работали. У нас есть торговые центры, где мы в аренду получаем несколько торговых центров. У нас есть сети магазинов, одежды, кафе и так далее. У нас, ну, есть несколько видов, ну, актуально из них где-то шесть-семь видов. Мурат, скажи, пожалуйста, сколько у тебя сейчас сотрудников работы? В данный момент более ста сотрудников работы. Ну, вот смотри, ты пример предпринимателя, да, достаточно уже уверенного, осознанного, опыта. Вот если взять твой пример, переложить на человека, который, ну, хочет пройти этот путь, эту историю. Вот с какой суммы реально ты увидел, можно начать в Китае? Вот ты был там, ты видел, как работать. Да, в Китае. Твое мнение? Ну, если считать плюс обучение? Нет, не считаю. Просто только, ну, вот скольки, со скольки можно начать вот на запуске? Ну, 200-500 долларов, наверное. 200-500 долларов максимум. Вы же получаете, получаете тест, покупаете что-то. Например, чтобы купить электронику, ну, вот этот газовый цветок. Да. Ну, максимум, наверное, 150 баксов будет максимум. Ну, чтобы комплектующие купить, а потом ее уже собрать, правильно ее настроить, ты это имеешь в виду, да? Да, я не искажил цифру. Конечно же. Чуть-чуть. Понимаете, 200 долларов достаточно будет собрать газовую плиту, чтобы продавать. А именно в вашем варианте, Marketplace, Wildberries, вы же в основном такие крупные, вы КПТ же не продаете, в основном же мелочи у вас. Супер, отличный ответ. Скажи, пожалуйста, на твоем пути, какие были трудности, как ты их преодолевал? Вот мы услышали про, там, твои страхи, которые не позволяли тебе самому пойти, да, и это делать. Со мной ты это сделал. Какие были трудности в целом на пути, как ты их решал? Трудности были. Если они были. Ну, я не знаю, какие-то там ситуации, там, груз пришел не вовремя, там, задержки не могу продать. Ну, что-то, что у тебя происходило, и как ты их решал? Начать с самого ужасного. Да, пожалуйста. Или с самого приятного. Самое ужасное, меня в Китае кинули на 15 миллионов тенге. Так. Почему? Потому что я не соблюдал. Ваши задачи. Ты нарушил правила? Да. Я нашел одного человека, который мне обещал привезти товар дешевле. Есть нормальная компания, оптсейл, да? Или вот мастер, как они назывались. Ну, много разных ребят, которые возят команды, компаний. Много очень. А я просто не захотел заплатить 200 баксов ему. А заплатил этому человеку, перевел. И все, этот человек снился. Это самое грубейшее наше. После этого я для себя зафиксировал, записал. Сейчас я даже до сих пор в заметке храню это слово. Сейчас прочитаю. Какой урок извлек. Какой урок извлек. Так. Это, кстати, хороший очень опыт. Ну, именно писатель. Нужно работать только с проверенными интертактами. И все коротко ест. А вот скажи, пожалуйста. Вот ты учился, приехал со мной в Китай, ходил со мной по встречам, по выставкам. Почему ты это сделал? Знаете, когда я в основном практик, не теоретик. Я люблю видеть, щупать, смотреть, договариваться лично. Вот это мне нравится. А когда теория, я не знаю. Я в основном, когда много читаю, информация мне осваивается, наверное, 20-30% всего лишь. А в практике я, наверное, 100% буду осваивать. Да, но ты понимаешь, почему я говорил, как делать, и никак по-другому. Да. Нет, по-любому, вы же сами знаете, те люди, которые с вами вместе поехали, они все взлетели. Они все, наверное, сейчас миллиардеры. Ну, не миллиардеры, но у каждого есть свой, во-первых, вопрос. У них есть цели. У каждого свои цели. Вот у тебя какие были цели? Какие цели тебя толкали? Вот какие идеи, да? Вырваться из маленького поселка? Что было главной целью? Я хотел заниматься тем, чем я начал. Когда-то я знаю, на чем поднимался. Я поднимался на сборке системных блоков. Обычно системные блоки собирал, и на этом я поднимался. Я люблю это дело душой. Я хотел заниматься тем делом, что я люблю. У меня несколько видов бизнеса, которые нормальные деньги приносят, но мне в основном вот это нравится. Вот видите, газовые плиты. Да, да, да. Я люблю собирать. Собирать. Прикольно. Я люблю тихую жизнь. Я не пиарюсь, короче. Мурат, скажи, пожалуйста, вот это был такой урок, да? Почему-то люди, знаешь, все равно, вот нас всех учили, не суй пальцы в резетку, да? Ну, всех. Я один раз засунул в резетку ножницы. Я взял ножницы и засунул их в резетку. И потух свет, бахнуло. Я вынул ножницы, увидел, что они обуглились, и вот эти уголки отломались. Я понял, умные люди, которые говорили, не суй пальцы в резетку. Ну, то есть, они не дураки. То же самое, там, не суй пальцы в костер, да? Ну, то есть, обожжешься. Ну, и я малой, ну, там, ближе-ближе к огню руку, ближе-ближе, раз, горячо. Все, умные люди, которые... И почему-то мы все равно продолжаем слушать умных людей, да, но делать по-другому. И вот большой талант – это услышать и сделать так, как сказали. Скажи, пожалуйста, а что классного получилось? Вот какой классный... Вот ты говоришь, рассказывать самое ужасное или самое классное? Расскажи нам самое классное. Я после этого усвоил этот урок и применил это в другой стране. Это самое классное. Я это применил в Турции. И у тебя все сработало, и ты смог наладить работу, поставки, и все работает? Да, да, работает. Турция, Европа. Первое, что со мной произошло, когда я попал в Турцию, Стамбул приехал, у меня было 8 часов пересадки на рейс в Китай. И я вышел из аэропорта и сел в такси, и таксист мне говорит, типа, давай я тебя буду возить, показывать Стамбул. Ну, я ему заплатил деньги, он меня возил. Потом я пошел кушать, выпил кофе, все было здорово. Сел в другое такси, и он меня повез в аэропорт. Было поздно, темно. У них 5 лир и 50 лир одного цвета. И меня развели на 55 лир. Там 50 лир надо было заплатить. Я даю ему, он говорит, нет, ты мне дал 5 лир. И дает мне обратно. И он мне вот так вот вытянул, короче, деньги. И я только зайдя в аэропорт понял, что у меня было больше. Вот, они похожи по цвету. Я так сильно, знаешь, я так сильно прям расстроился. Но это дало мне собранность в Китае. Это заставило меня быть, ну, короче, в сознании. И быть готовым к тому, что, ну, ты должен быть собран, когда ты там делаешь контракты, сделки. И всегда думать, почему тебе кто-то что-то предлагает, например, да, там, не дешевле, чем кто-то. Правильно? Почему он это делает? Ну, всегда задавать эти вопросы. Смотреть там, кто за этим человеком стоит. Компания есть, нету там. И так далее. Особенно в поставках. В общем, классный урок. Спасибо, что ты его озвучил. Надеюсь, это еще поможет тысячам других ребят, которые нас посмотрят, работать безопасно, делать прибыльный бизнес. И самое главное, как ты сказал, мне очень понравилось, делать то, что они любят, делать то, что им нравится. Это круто. Скажи, что бы ты посоветовал себе вот там, если отмотать там 2-3 года назад, вот какой бы ты себе совет дал туда, отталкиваясь от того опыта, который ты прошел, от программы, которую ты прошел, от поездки в Китай? Ну, я думаю, все зависит от миссии. Если мы правильно найдем миссию, их смысл, к слову, зачем, и путь мы всегда найдем, как путь. Вы поняли, да, меня? Можно упрости. Если смысл, к слову, зачем найти. Знаешь как, это очень сложно. Можно тут миллионы людей над этим рассуждают, да? Но у тебя же есть дети. Да у меня есть дети. Вот для меня, например, очень простой ответ. Вот у меня есть дети, и я должен им создать условия, чтобы они выросли, познали этот мир и научились жить в нем счастливо. И я от этого буду счастлив. Вот у меня есть понимание, ответ на вопрос, как я себя могу реализовать как отец, да? А в бизнесе я могу себя реализовать, делая классный продукт и видеть потом довольных людей. Вот я тебя вижу, я вижу, что у тебя есть результат. И у меня есть ощущение, что это было все не зря. Значит, моя роль для тебя, она отработала. И ты точно, да, там, это было для тебя ступенькой, и ты смог пойти дальше. Знаешь, такой вопрос про кантонскую выставку. Вот сейчас же кантонская выставка онлайн. Ну, ты ездил вживую, ты видел эти фабрики, стенды, компании вживую, да? В онлайне, конечно, это чуть-чуть по-другому, да? Но все равно 2 миллиона товаров, 25 тысяч фабрик. Я слышу иногда у людей такое возражение. Да зачем мне на эту выставку идти? Это говорят люди, которые занимаются товарным бизнесом. И меня это, например, удивляет. Я тебя хочу спросить, как ты думаешь, зачем людям ходить на выставки? Вообще, неважно, какая она, оффлайновая, онлайновая, это без разницы, если они занимаются этим бизнесом и делом. Когда Китай поехал, помните? Да, да, да. Меня удивило, что все бренды мира там находятся. Компания eBay, компания, ну, и Samsung, и Apple, все то, что мы носим, все, что мы отгибаем, все, что мы в руках держим, это все там находится. И даже бытовая техника, вирус, Атлан, то, что все в России делать, это все в Китае делается. Вы знали об этом? Ну, конечно, я знаю. Все там находится. То есть, все вопросы оттуда начинать. Ну, значит, искать нужно там. Спасибо. Класс. Спасибо. Искать нужно там. Это хорошее завершение этого интервью. Редактор субтитров А.Семкин. Продолжение следует...